Продолжение следует... ...очистку бактериями и активным мылом. То есть из-за хрома, сульфидов эта очистка не работает. Соответственно, стоки как бы приходят, они очищаются, но до нужных нормативов мы их очистить не можем. Что только не делали, чтобы нормализовать ситуацию. Даже реконструкцию очистных сооружений провели. Обошлось все это 60 миллионов рублей, но с отходами кожевиных заводов все равно справиться не получается. Вообще, по идее, очищением должны заниматься сами предприятия, но у них попросту нет денег. У каждого свои программы проблемы. Допустим, у нас, я говорю, это дело произошло из-за того, что было банкротство, и пока мы разбирались, кто где, естественно, произошел сбой. Но не нужно жалеть директоров этих заводов. В природоохранной прокуратуре говорят, что на трех из четырех предприятий все оборудование есть. Да, старенькое, но есть. Но его частенько попросту не используют. Хотя во время проверок, конечно же, все работает. В этом как раз и проблема. Ну, в принципе, содержание и, скажем, эксплуатация этого оборудования, оно, естественно, затратное. Вообще, вопрос экологии – это тема самая затратная. И что в плане строительства очистных сооружений только было привлечено свыше 65 миллионов. Соответственно, предприятия это осознают, понимают. Там, где надо переоборудовать или построить, закладывать, надо или, скажем, от оборота выделять определенные средства. За такие выкрутасы, конечно же, предусмотрены санкции. Природоохранная прокуратура может оштрафовать юридическое лицо на несколько сот тысяч рублей. Еще серьезнее может наказать и самоуправление водоканализационного хозяйства. Но в таком случае предприятия могут встать. Некоторые из них и так уже в стадии банкротства. На совещании договариваются, что к 1 марта они представят программу развития системы экологической безопасности. Будем помогать. Здесь нужно усилия объединять и специальным службам, и Росприроднадзору, потребнадзору, Министерству экологии. Конечно, в первую очередь, несмотря ни на то, что все эти службы готовы принимать участие, в первую очередь ответственность. И реализация мероприятий, конечно же, лежит на руководстве района и на самих предприятиях. В середине марта состоится новое совещание, где эти программы и будут обсуждаться. Как говорит Евгений Люлин, решение проблемы нужно будет ждать как минимум 1-2 года. Александр Быков, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.